Содрудники ГУФСИН проверили свои силы на спортивной площадке под Тольятти. Стартовал традиционный фестиваль уголовно-исполнительной системы Самарской области. Побороться за призы съехались силовики со всего региона. Подробности у Василия Иванова. На три дня вместо формы с погонами форма спортивная. Раз в год даже офицерам можно хотя бы на некоторое время отложить служебные дела и просто пообщаться как с старым друзьям. Тем более, что поводов для праздника целых три. У нас 35 лет фестивалю, 120 лет системы нашей. Мы объединили фестиваль и 120 лет образования ГУФСИН по Самарской области и флаг России. То есть мы три праздника объединили в одну. Плюс, в отличие от тех годов, в этом году у нас впервые будет команда ветеранов. Со всего региона под Тольятти съехалось около тысяч человек. За призы борются 23 команды. Борьба ведется нешуточная. Как говорят участники, фестиваль – своего рода мини-олимпийские игры. Дмитрий Демчук на фестивале «Завсегдаты» приезжает уже четвертый раз. Как он сам рассказывает, состязание не просто проверка навыков, это же и возможность неформально пообщаться. Это просто сплочение людей, общение людей из разных подразделений. Даже в своем подразделении все равно люди сплачиваются, команда, коллектив. И поскольку работа все равно происходит в коллективе, то, естественно, это очень важно. Программу подготовили насыщенную. Помимо состязаний в силе и ловкости действует традиционная ярмарка. Самые артистичные смогут проявить себя на конкурсе самодеятельности и вечернем концерте у костра. А подведут итоги и наградят победителей в последний день фестиваля. Василий Иванов, Борис Кислицын. Новости губернии. Ставропольский район.